Церковь Церковь – место роста лично для меня, я понимаю, что прежде всего это три сферы. Во-первых, это рост моих личных отношений с Богом. Также это рост в понимании того, кто я есть, своего характера, своих сильных и слабых сторон. И третье – это понимание того, какое место я должна занимать в церкви, того, как я могу служить людям. Церковь «Слово жизни» стала для меня именно тем местом, в котором я смогла развиваться в этих сферах. Четыре с половиной года назад, когда я приехала в Москву в проект «Год для Бога», я только что закончила университет. И, честно говоря, не понимала, что мне делать дальше. Именно в «Год для Бога» я поняла, что хочу развиваться в медиа и расти именно в этой сфере профессионально. И именно в проекте, и после обучения на библейских семинарах я поняла, что этот год мне дал основания как духовное, так и практическое. И сейчас я работаю с церковным сайтом, занимаюсь социальными сетями, помогаю как дизайнер. И всему этому я научилась здесь, в церкви «Слово жизни». Для меня церковь – это место роста. На этой неделе наш книжный магазин представляет не просто новинку, но книгу, которую ждали многие. Итак, смотрим. Дорогие друзья, вот уже в течение 15 лет у меня есть огромное привилегие – служить вместе с пастором Мацулой в одной команде. И всякий раз, когда он собирает нас и делится своей мудростью, как строить команду, как созидать команду, как быть в единстве – это огромное благословение. И я искренне рад представить вам эту замечательную книгу, где пастор Мацулла делится этой мудростью, как строить команду, как жить в единстве, как созидать Божью команду мечты. Я настоятельно рекомендую эту книгу каждому, кто работает с людьми, каждому лидеру, каждому пастору, каждому лидеру домашней группы, потому что вместе мы можем сделать что-то, что никогда не сделаем по-одиночке. Когда мы вместе, мы сильны. Только что закончилась удивительная конференция старшего поколения, и мы подготовили небольшой отчет. Жизнь старшего поколения в нашей церкви бурлит и кипит. На этой неделе они провели пятую ежегодную международную конференцию «Старшее поколение в современной церкви». Люди приезжают для того, чтобы принимать от Господа, как двигаться в этом направлении, как активизировать пожилых людей, как использовать их потенциал, как приносить плод. Потому что мы важны Богу в любом возрасте. Неважно нам 17, 15 или 89. Мы для Бога представляем ценность, и у Бога всегда есть для нас планы. География конференции впечатляет. На нее приезжают люди из 24 городов России, а также зарубежные гости. Особое послание для старшего поколения привез в Россию пастор Карл Густав Северин. Когда человек стареет, он может выбрать, каким ему стать. Или разочарованным и раздраженным, жалующимся на свою трудную жизнь, или как халев, благословенный благословениями Аврааму, он может говорить «Бог благословил меня во всем». 2016 год возможностей и молитвы. Поэтому теперь у нас есть еще больше возможностей молиться вместе. Дорогие друзья, каждый четверг в нашей церкви традиционно по вечерам проходило богослужение. Теперь вместо богослужения у нас будет проходить церковная молитва. Итак, по четвергам, до лета, вечером будем молиться вместе. Добро пожаловать. 10 февраля начинается молитвенный марафон «40 дней за жизнь». Давайте вместе молиться за прекращение абортов. Более подробную информацию об этом и многом другом вы можете получить на нашем сайте в интернете www.volrus.org, а также в соцсетях и на ресепшн. Ждем вас в следующее воскресенье. Проповедовать будет пастор Сергей Мартюненчев. На сегодня это все. С вами были ведущие Иннокентий Морозов и Светлана Морозова. Бог да благословит и сохранит вас и ваших близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова